В последних наших мыслях и данных в области сравнительной нейрофизиологии памяти Но прежде всего надо оговориться, что имеется в виду под словом «пах». Вот вы видите след на песке. В каком-то смысле это память. Но об этой памяти я говорить не буду. Попробую ввести сразу определение, что если память необратима, как свет на камне от удара, или что-то еще тупым, считайте это развитильным событием. Потому что память – это адаптация, это изменение. Но то изменение, которое необратимо, оно не относится к области сегодняшнего рассмотрения. Это отдельная история, биология развития. И я не буду говорить, а буду говорить только об обратимой памяти. Где-то в любом событии есть какая-то фитомия. Если событие в принципе обратимое, вот эта пластичность – это память, о которой я постараюсь сегодня как раз и говорить. То есть по определению ассоциативная память должна быть обратимой. Если она перешла в необратимое состояние, а такие виды памяти в принципе есть, то жесткая, адвая память, как хотите ее называть. Но мне об этой памяти сегодня идет речь. Память – это результат процесса обучения, способ адаптации. Любая память – это просто адаптация к меняющимся устройствам. Есть много классификации памяти, промежуточной, долговременной. Я буду сегодня говорить только о долговременной. То есть только о том, что хранится в дни, недели, годы, десятилетия. Может быть и старин. Если кто-то живет. Ну и, конечно, основной механизм этой памяти – это синоптическая пластичность. Я попробую ответить сегодня на четыре вопроса. Существуют ли, для студентов, для школы, существуют ли таблетки для улучшения памяти? Одинаково ли устроены хранилищи памяти у разных животных? Это вот эволюционная какая-то вещь сравнительная. Можно ли, среди или искусственно создать в мозге живого организма память о том, чего не было? И последний вопрос – почему мы забываем и как? Каков механизм забываем? Потому что, я думаю, никто не сомневается, что мы что-то забываем. Я попробую объяснить наше последнее воззрение – почему и как мы забываем. Можно спорить, можно не спорить, но большинство ученых признают, что изменение эффективности в синапсах является основой, материальной основой памяти. И это все замечательно. Вот замечательная картиночка, она мне нравится, но это нарисовано, к сожалению, это не натуральная. Антуральная картиночка вот такая, беленьким помечена синапсом. До 10 тысяч синапсов практически у каждого нейрона. У млекопитающих, как вы знаете, под 100 миллиардов нейронов, умножьте на 10 тысяч синапсов у каждого. То есть информационная емкость нашего мозга, она превышает все мыслимое и как бы заведомо больше, чем то, что может нам понадобиться. Это к тому, что в памяти можно организовать столько вариантов, что нам на всю жизнь хватит. До последнего вздоха мы всегда, все время можем учиться. Это отлично, я молодец. Какие существуют проблемы в области физиологии, нейрофизиологии памяти? Хорошо известно, что в формировании новой памяти невозможно без синтеза белков. Это считается доказанным фактом. То есть память хранится с участием белков. Среднее время жизни белковой молекулы в несколько дней. Поэтому если память деформируется и хранится с помощью белков, то должен быть какой-то механизм каких-то изменений, которые самоподдерживаются. Вот, собственно, этот механизм довольно безуспешно искали многие годы. И только в последние годы что-то нашли. Об этом я сейчас скажу. Но сейчас попробую ответить на вопрос, можно ли стереть или искусно создать из живого организма память о том, чего нет. Вот тут как раз одни из самых современных подходов, которые на сегодняшний день существуют. Этот подход с применением оптогенетики. То есть подход, это не наша работа, естественно, вот тут процитирована. Но чрезвычайно интересно, как можно анализировать мозг на сегодняшний день. Берут крысу, экспрессируют у нее каналы, связанные с ченом родопсином. Известная область, которая связана с восприятием электрошоков. Затем бьют в определенной обстановке электрошоком. И идет экспрессия ченом родопсина, потому что она только в этот момент. Именно в этой группе нейронов. Ну, здесь 6 нарисованы, на самом деле это естественно сотни. А потом эту область освещать. При этом у животного наблюдается фризинг. То есть она помнит, что ее били током. Хотя она не в этой обстановке. Это как бы память о том, которую выработали. Это реальная память. Она как бы есть. Можно ли ее изменить искусственно? Вот этот эксперимент, собственно, показывает, что мы можем засунуть в мозг память о том, чего не было. Эксперимент немножко более сложный, но начальный то же самое. В контексте А включает, это можно чисто и химически включить, что идет экспрессия сверхчисленных каналов именно нейронов, которые реагируют на данную обстановку. Но током мышка не видит. Потом проводит, собственно, сама экспрессия, она прошла. А потом освещает эти нейроны, которые реагируют на контекст А, в контексте Б и бьют ток. То есть на самом деле эти нейроны не реагируют на контекст Б. Но так как они были освещены и ударили током, то у них образовалась связь. Потом помещают ее в контекст А, в который не били током. Но эти нейроны, они уже потенциированы, они уже как бы, потому что они вот в такой искусственной ситуации, когда их осветили, и они заактивировались, эти нейроны, и был удар током, у них появилась память о том, чего не было. Их не били током в контексте А, но реакция, фризинг идет. Крыса замирает, как будто бы в этом месте ее били током. То есть мы сместили, сменили память, и это реально возможно, это реальные эксперименты, проведенные в лаборатории Тенегава. И показывают, показывают вот эти эксперименты то, что действительно на системном уровне мы можем оперировать эту память. Что это есть какие-то материальные следы, и безусловно все это связано не только с активностью нейронов, а скорее всего с синаптическими связями, как пойдет информация сенсорная, которая поступает, по каким сетям, и вот затрагивают какие-то конкретные совершенно сети. То есть есть такие материальные основы, и мы можем чисто экспериментально работать с этими вещами. Вот здесь показан, это на 2003 год, примерно односотое того, что известно о молекулярных механизмах работы синапс. То, что удивило большинство исследователей, которые десятилетиями работали с механизмами синаптической пластичности, то, что большинство этих механизмов довольно консервативны. От беспозвоночных до позвоночных, мы имеем практически все те же системы с небольшими изменениями. Да, составы белков на сколько-то процентов отличаются, но основные медиаторы, те же, там, от стопковина абсолютно, все те же медиаторы, те же рецепторы, те же механизмы. И ясно, что для формирования долговременной памяти должны быть какие-то изменения в эффективности синапса, которые должны сохраняться годами. При этом совершенно точно понятно, что эти изменения должны производиться с участием белков, которые живут в мире. Этот парадокс так и висел до последнего самого времени. Он существовал. Пока вот где-то в 2006 году произошел прорыв. Была обнаружена молекула. Да, о чем я еще забыл сказать, что вот огромное количество механизмов синаптических, каждый из этих механизмов можно нарушить. И при каждом нарушении мы получим изменения в памяти. И в 70-е годы сначала было сказано, калиевый, какой-то ток конкретный, вот это основа материальной памяти. Потом кальцевый ток, какой-то основа памяти. Про предыдущие все забывали. Потом про генгиназа, а основа памяти. Потом все эти механизмы оказались, если их нарушить, они все связаны с памятью. Собственно, как проверяли память? Помнить животное или не помнить? Это напоминает классический эксперимент с тараканом, у которого он бежит по столу, и мы хотим понять, чем он слышит. Стучим, отрываем одну ножку, все шесть. Вот когда шесть мы стучим, он не бежит, значит слух в ногах. Удивительно, что слух-то действительно о насекомых ногах. Но вот это был примерно такой же эксперимент. Почему? Потому что все системы, которые были описаны до 2006 года, они были не специфичны. Действительно, память исчезала и нарушалась в той или иной степени. Но и выработать новую память у животного с нарушенной этой системой уже оказалось невозможным. И очень многие вещи тоже про пентиназового нарушения, там вообще непонятно, что там остается. Вот, но не из основных работ в 2000-м памятнической премии КНДУ про завод путь от пентиназа А до Крэба, и что все это снова в памяти долговременной. Но никакого отношения, на самом деле, прямого, специфичного для памяти это не имело. Пока не появились данные о новой системе протеин-киназ, которая есть в клетке. И, собственно, эксперименты были те же самые. Вот мы тут добавляем специфический ингибитор, и память, ну это обычная долговременная потенциация, основа, так сказать, изменения синаптической эффективности, самый основной экспериментальный показатель, он сходит до нуля, не на 20-30%, а до нуля. Ну, все контроли показывают, что не только, ингибитор действует несколько часов, не только просто память исчезает избирательной, но это животное можно научить, причем не другим, а этой же форме памяти. И самое удивительное, что оказалось, что и через месяц вы вводите этот специфический блокадер, если попали в определенную зону, у вас сразу память исчезает. И через три месяца, для него, в обороне лечения, то же самое. Вот разница между столбиками говорит о том, что память исчезла при специфической блокаде. Вот эта удивительная молекула протонкиназа С, это очень красивая, это постоянно активная изоформа протонкиназа С. Для нее не нужен субстрат, она ждет субстрат, она все время активно работает, непосредственно в синапсе. Безусловно, было понятно, что участвуют в хранении памяти. Вот где-то в 2012-2014 году была сформулирована, собственно, вся теория, что вот эта теория, но находит подтверждение почти все пункты этой теории. Что протонкиназа С является, ой, протонкиназа МЗ, это изоформа протонкиназа С является специфическим звеном или ключевым звеном хранения памяти. И выработка, и хранение памяти. Но оказывается, что МРНК идет непосредственно в синапсе. И МРНК не может в теле клетки произвести белок. Хотя, говорят, сейчас новые данные появились, что есть ядерная функция у нее. И в ядре идет ядро, сам белок, и контролирует что-то такое, экспрессию каких-то делок. Но это совсем новые сведения. еще плохо подтвержденные, но тем не менее. Но в основном она идет прямо в синапс. И эта молекула МРНК не производит белок. До тех пор, пока не совпадут во времени, шесть факторов. Вот они все написаны. Активация этих шести факторов одновременно снимает трансферационный блок, образуются новые молекулы протенкиназа МЗ. Все отлично, пожалуйста. Дело там, что эти шесть факторов вместе бывают только при долговременной потенциации. То есть при той активации нервной системы, которая происходит при обучении. Вот конкретно в этом синапсе вместе сошлись по правилу ХЭПа и пресс-синаптической и постсинаптической активации. Тогда все эти шесть факторов снимается трансферационный блок, предположим, в десять раз увеличится концентрация ПКМЗ. Оказалось, что эта протенкиназа контролирует доставку ампорецепторов постсинуса. То есть чем ее больше, тем больше ампорецепторов, количество которых, как вы знаете, линейно связано с эффективностью синапса. То есть вроде бы все замкнулось. Кроме одного. Это белок, через 3-4 дня он исчезнет, и этот синапс должен вернуться к начальному состоянию. Оказалось, что именно у этой протенкиназы есть система обратной связи через руки, система белков-пинж, которая уже без потенциации, без совпадения вот этих шести факторов может снимать трансферационный блок. А молекулы МРНК не во всех синапсах есть, а только они не работают. А вот тот синапс, который потенциирован, и он должен быть надолго потенциирован, вот сама молекула, их в 10 раз больше, они в 10 раз больше и сами себя воспроизводят. То есть это синаптик-тек, такая синаптическая метка остается практически на неограниченное время. То есть мы фактически видим здесь способ не только увеличения в результате каких-то событий, приводящих к изменению прохождения информации по нервной системе, но мы видим и механизм самоподдержания этого практически неограниченное время. вот такая удивительная система, она была подтверждена на всех уровнях и в геномах всех практически животных. Вот с инараптиселютненс до человека обнаружены молекулы вот этих атипичных протинкеназ. и как бы можно считать на сегодняшний день, что молекула ПТМЗ является критическим компонентом памяти постоянно, является основой какой-то стабильности памяти. Вот один из примеров, который показывает, что хранилища памяти одинаково устроены. Вот виноградная улитка в геноме есть гомология и 92% протинкеназа МЗ это чуть-чуть отличается она по форме, но это ровно эта же молекула. И, собственно, как мы проверяли, так же, как и на крыше, мы вводили специфический блокад вот этот зип. Если память, это вот до обучения, разница между столбиками отражает величину памяти. Вот после обучения, вот видите, белые и черные столбики, огромное различие. Мы вводим просто вот это вещество, это дни тут расстояния между экспериментом, между сессиями, через несколько дней вводят, и, видите, разница исчезает полностью. Вот это контроль, который доказывает, что это специфическое действие. То же самое на электрофизиологии можно сделать. То есть, вот потенциация, вот в этот момент мы вводим специфический блокад и тоже до нуля, вот что хорошо с этой протиназой анжетой, это не 20-30%, а память уходит в ноль. Это как бы такие сильные, надежные изменения. Но все-таки это белковый молекул, который, память. Наверное, есть способы стирания этих молекул, потому что, ну, сами понимаете, память и это адаптивный механизм. Значит, должны быть механизмы изменения этой памяти. Вот мы задали вопросом, а как вообще стереть память, знаете, это митико-кинот. Проще всего, конечно, посветить глаза, себя обезопасить. Но у нас появилась простая идея, собственно, от биохимиков, в которой мы пошли и спросили, как вы инактивируете белки. Он говорит, нитроксид даем, и нитрозилируются белки, и все. Это биохимиков, для биохимиков это самый простой способ. При этом белок не разрушается. Он просто меняет свою информацию, он меняет свою физиологическую функцию. Разрушение идет чуть-чуть позже. И это быстрый, надежный способ. Вот с этого мы посмотрели, да, нитроксид продуцируется в каждой практически нервной клетке. До 2005 года считалось, что есть только специфические клетки, но оказалось, что это которых там на 100 тысяч одна. Вот в Коре, например, в больших полушариях у медпитающих. Но это оказались ложные данные. Не просто неправильно, а ложные данные. У меня тоже в 2009 вышла такая статья на крысах, в котором показано, что редкие клетки имеют иносинтазу. Это просто ложные оказались данные. Каждый нейрон продуцирует нитроксид, причем именно в синапсе. Но в той или иной степени. И вот тем методом, которые были до 2010 года, они практически не выявлялись. Сейчас хорошо известно, где расположена молекула иносинтаза. Она сидит непосредственно на НМДА-рецепторе через ПСД-95, такой белок синаптической плотности, а сидит колокализованно с ним. И когда открывается НМДА-рецептор, то есть синапс работает, кальций входит и прямо непосредственно активирует и очень локально именно в постсинапсе, где как раз молекулы протонгеназа МЗ это и сидят белковые. Довольно большая концентрация амитроксидов на короткое время. Но этого достаточно. Этразилируется, белки можно изменить. То есть механизм как бы есть, как бы работает. Механизм очень простой. НО может, как вы сами понимаете, простейшая молекула, она мембрана не существует. А все, что успеет за те 2-3 секунды, которые НО в свободном состоянии есть, оно захватит. Может пойти в прессинапс и что-то там сделать. Но суть в том, что как бы эта молекула точно должна что-то делать. Для чего-то она синтезируется в каждом постсинапсе. Ну, собственно, как вот можно протестировать это. Протестировать это довольно сложно, что память исчезла, особенно на препарате, особенно на каких-то низкоорганизованных животных. Поэтому тут мы применяем прием, в котором заранее, как вот был открытый феномен реконсолидации, вы знаете, что консолидация несколько часов после формирования памяти, когда след как бы устаканируется. После этого он считается есть, и можно тестировать память, ну и все хорошо. Но если мы напоминаем о конкретном событии, то происходит дестабилизация памяти. Опять, часть ученых считает, что происходит стирание, или подтирание, или лобилизация. Любой термин можно использовать, но как бы память меняется, становится пластичной. И это феномен реконсолидации. связанная с активацией данного в виде памяти, она становится зависима от синтеза белка. Когда мы вызываем напоминание, на несколько часов эта память опять становится зависима от синтеза белка. Если показывать феномен реконсолидации, очень просто. Блокируют синтез белка, напоминают, и на следующий день животные это, что напомнили, просто не помнят, потому что нужен был новый белок, чтобы эта память восстановилась. То есть в каком-то смысле идет какое-то стирание. Если новое нельзя записать поверх, значит памяти у вас нет. Это феномен реконсолидации. Это последние данные, которые получены в нашей лаборатории. Как видите, это на крысах, не на улитках, которые показывают, что произойдет, если мы выработаем память, это обычное фризинг, это фиро-контишнг, то есть это мы бьем крысу током, вот это уровень фризинга до обучения, то это уровень после обучения, всех пяти групп. Все очень хорошо. Потом в группе номер два вот этой мы вводим локатор синтеза белка. Вы видите, память, она не полностью исчезает, но достоверно снижается вот в этом столбик, в этой группе крыс фризинга существенно меньше. А что произойдет, если мы возьмем и заблокируем синтез оксидазота? Мы же имеем гипотезу, что оксидазота должен стирать, это механизм стирания, он раз садится на белок, белок перестает работать. Мы просто одновременно с блокаторами синтеза белка, то есть память, должна исчезнуть. В других животных она чуть побольше исчезает, но в любом случае это достоверное изменение. Вот как раз вот этот столбик помечен красными кружечками, это две группы, которые вводили совершенно разные по механизму действия блокаторы иносинтаза. То есть у них синтез оксида азота на 98% заблокировался. чуть-чуть остается. Вы видите, что у них память даже лучше стала. Невозможно стереть память. При этом новая не может образоваться, потому что у них же введен блокатор синтеза белка. Новая ничего не могла образоваться. Одно из возражений инцезентов было поначалу, что там образовалась новая, она замаскировала старая. Нет, ничего подобного. Не может образоваться новая, потому что мы заблокировали весь синтез белка. То есть то объяснение, которое мы даем, это что действительно идет отсутствие стирания. Заблокировали стирание. То же самое на улитках. Вот здесь мы взяли не блокаторы иносинтеза, а еще эффективнее скарлинжеры. Специальные химические молекулы, которые захватывают все свободные молекулы. Это же свободный радикал оксид азота. Ну, в деле это скарлинжер. Вот значит, вот это до обучения разница между столбиками говорит, что не помнят животные деревьи или током. Вот здесь огромная разница между белым и черным столбиками во всех группах. Поэтому первая группа молекулы просто блокатор синтеза белка специфический. Память исчезла на моль на следующий день, как вы видите. И это очень хороший показатель. Без позвоночника все проще с памятью. Просто исчезает на моль. А если мы одновременно с этим же блокатором добавляем еще и скарлинжер для нитроксида, память великолепная, даже лучше чуть-чуть, чем сразу после обучения. То есть это тоже такое же доказательство, совершенно одинаковое, что на крысах, что на улицах, что вот этот механизм работает. Механизм этот связан с нитроксида. То есть можно сделать промежуточную вывод, что основой стабильности памяти может быть молекул ПКМЗ, это ее гомологи. Сейчас в 16-м году вышла очень большая статья недавно, которая показывает, что на самом деле это семейство молекул. И с этим связано, что в 14-м году вышли статьи, что у нокаутных животных по этой молекулу по ПКМЗ все равно есть какое-то обучение, а потому что есть гомологи. Когда сделали нокауты, причем не конденшнл, а кондишнл, то есть контролируемые прямо в один день в экспериментальной сессии, было четко совершенно показано, что да, мы все гомологи может быть и не знаем, но совершенно определенные гомологи выключить, память исчезает. То есть в общем доказательства довольно жесткие сейчас, что это молекулы и гомологи обладает свойством локального содержания концентрации белка после обучения и является основой памяти. А основой пластичности, основой изменения памяти может быть локальная продукция оксида азота, опять же локально меняющая функции белков стабильности памяти. Вот тут понимаете, всегда спрашивают, а можно память как-то стереть? природа придумала такой механизм. Очень просто. Когда мы напоминаем реконсолидации, то работает только тайнерная сеть, которая связана с этим воспоминанием. Она сама себя активирует, сама у себя производит оксидозод именно в тех синапсах, где нужно, сама себя подтирает. Мы же экспериментаторы не можем в эту 10 тысяч синапсов проникнуть. мы можем либо на все налить, и поэтому ограничены наши возможности. А у природы такая возможность есть, она и пользуется. И последнее, о чем я хотел попробовать рассказать, тоже довольно новое данное. Почему мы забываем? И собственно, что происходит, когда мы что-то забываем? попробуем логику выдержать, так как примерно мы исследовали. Естественно, мы использовали великую теорию Ивана Петровича кнута и пряника, но здесь это кнут-то вы видите, это картина немецкого художника 19-го века, графика, куда я лично дорисовал нарковку, потому что улитка пряники не любит. Соответственно, это простейшая методика, мы даем предпочитаемый вид пищи и бьем ток. При этом что происходит? Обучение самое простое, самое эффективное на всех животных. Вот если возьмем вот эту группу, это довольно старые наши данные, но они как бы с одной стороны классические, на всех животных это показано. вот тут сочетание дается при давлении морковки и в течение вот меньше одной секунды, если она касается морковки или пытается ее съесть, ее бьют током. Буквально после 10 сочетаний вот такой уровень нормального обучения. То есть просто резкое катастрофическое падение количества пищевых реакций. То есть улитка ползает сколько угодно вокруг морковки она ее не возьмет. Просто нет у нее пищевых реакций на морковь. Если просто не сочетанно морковь есть и током бить, вот она все равно ее продолжает брать. То есть это классическое ассоциативное обучение. Для улитка хорошо известно, что любая аверзивная оборонительная реакция связана с серотонином. Это хорошо изучено, хорошо показано уже несколько десятилетий. И что мы попробовали сделать? попробовали определить действительно ли это серотонин является системой основой системы подкрепления. Мы взяли у таких же еще двух групп. Мы заблокировали специфическим нейротоксином заблокировали выработку серотонина. То есть нейроны там есть, но они перестают вырабатывать серотонин. Оказалось, что обучения просто нет. Они ничему не обучаются. То есть для оборонительного обучения для сфер-кондишн обязательно у беспозвоночных нужен серотонин. Все вроде бы хорошо, это понятно, довольно старые данные. Что произойдет? Если мы заблокируем систему подкрепления серотонин, в данном случае серотонагическая система, это система подкрепления, которой мы пользуемся для выработки долговременной памяти. После обучения. Вот здесь две группы. Обе группы показали замечательное обучение. Обе группы сочетали все. Но после обучения. Одной из групп синий столбик мы ввели после обучения. Неротоксин. Подождали несколько дней, потому что нужно 2-3 дня, пока этот неротоксин на одну ОНГ-группу отличается от серотонина. И все. И там специфический аптек идет, который у питающих только в раннем детстве, а у беспозвоночных всю жизнь идет. И нейрон перестает продуцировать серотонин, считает, что он набитым. Там просто естественная биологическая система. Оказалось, что мы тестируем обучение, оно есть. Система подкрепления и так получено на всех животных, что для выработки памяти система подкрепления абсолютно необходима. Но для ее воспроизведения и хранения абсолютно не нужна. Это как бы отдельно. И собственно так лет 20-30 назад все и осталось. Как оно было до сих не было. Но в связи с реконсолидацией, с тем, что есть какое-то стирание, какая-то адаптация. Мы решили все-таки попробовать. Не может быть. Потому что иногда мы действительно забываем. Когда много раз мы что-то вспоминаем, с одной стороны повторение мать учения, а с другой стороны повторение обязательно приводит к угошению. Есть активное угошение условного рекреации. Иван Петрович показал еще. То есть и непонятно почему иногда происходит угошение памяти, а иногда нормальное воспроизведение. Мы воспользуемся той же системой, когда мы напоминаем, то есть реконсолидация. Но собственно проверяем в данном случае это ясно, что она зависит от синтеза белка, нужна ли подкрепляющая система. Вот собственно что мы попытались проверить. Нужна ли для правильной реконсолидации, когда память вот мы ее напоминаем, мы ее воспроизводим. Нужна ли подкрепляющая система? По логике старых экспериментов нет, потому что для хранения она точно не нужна. То есть вот собственно вопрос, зависит ли от активности систем подкрепления. Оказалось, что у улиток у нас есть такая возможность. Я не буду вас грузить записями внутриклеточными, но просто расскажу, какие мы сделали эксперименты на препарате. У нас оказалось, что у виноградной улитки можно специфически отдельно регистрировать нейроны, какие? Которые связаны прямо с моторной реакцией оборонительной. И по ним мы всегда знаем, есть оборонительная реакция или нет. до обучения и после обучения. Нейроны связаны с системой подкрепления. сертом нейрологические нейроны, которые конкретно вызывают и даже внутриклеточная активация одного нейрона может вызвать изменение эффективности синапса, которые такие же, как при обучении. Можно объективировать нейроны из пищевой системы, чтобы просто показать, что пищевой стимул, а применяли мы пищевой стимул. Улитки давали каплю морковного сока, и били током и лихинин капали на те же поверхности. То есть аверсин вестили. Оказалось, что такие эксперименты практически никто в мире не проводил, потому что идентифицировать индивидуальные нейроны и систему подкрепления есть в мире две такие модели. Пчелы с октопами энергическими нейронами и улитки с сертоэнергическими нейронами. К нашему удивлению оказалось, что до обучения нейроны подкрепляющей системы не реагируют на сок, потому что эти нейроны связаны с оборонительным подкреплением, они связаны с оборонительной реакцией. Эти нейроны реагируют на все стимулы, вызывающие оборонительную реакцию животных, но на сок никогда не реагируют. Если 10 раз на препарате капля сока и какой-то сильный оборонительный стимул, то у нейронов в системе подкрепления появляется условно-рефлекторный ответ. Они начинают реагировать на тот же стимул. То есть точно так же, как и нейроны, которые связаны с моторной реакцией. Собственно, таких данных я, честно говоря, в литературе даже и не помню. Это было довольно удивительно. Но факт тот, что когда мы напоминаем, в той или иной степени то реагируют, то не реагируют, но могут реагировать нейроны системы подкрепления. При этом, как вы заметили, может быть, сам феномен реконсолидации по определению никогда не активируется система подкрепления сознательно экспериментатором. Мы, например, просто события насажаем крысу в камеру, где били током, но током не бьем. Мы не включаем систему. Но по нашим электрофизиологическим данным эта система может сама реагировать, а может и не реагировать. Вот, судя по всему, вот это, собственно, я уже перехожу к выводу, что в этом и заключается дикотомия. Забудем мы или, наоборот, улучшим нашу память? Собственно, эксперименты, которые мы проводили, опять те же самые улицы, на шаре мы ее бьем током. Она прекрасно помнит, что ее бьют током на шаре, все реакции сразу у нее другие. А тестируем эту же улитку в террариуме, где она живет, и тестируем просто легким таксильным стивом. И, собственно, вот как проходит эксперимент. Разница между столбиками, это каждая улитка тестируется в двух контекстах, в двух обстановках. До обучения, что на шаре, что тут. совершенно одинаково, слабенькая реакция, она ничего не боится. Током-то ее еще не бьют. После обучения, вот разница между столбиками в каждой группе, цветные, маленький столбик, это на стекле, где она живет, где ее кормят, а большой столбик, там, где ее били током. Одна и та же улитка, одно пёс-животное. Это тут везде дни, то есть это не часовые изменения, это очень долговременно. Улитка прекрасно помнит, где ее били током, и там она уже напряжена и боится. Она же в другой обстановке ничего не боится, кушает, и как все поможет. То есть это классическая, ассоциативная, обстановочная память. Дальше. Значит, одной группе улиток мы с помощью 5-7 диокситритамин там уже вырубили сертонинологическую систему. Это группа номер два. синий столбик. Вот тут все контроли есть, поверьте, что все контроли есть. Я перейду эти же данные, которые показаны всего две группы. Одна контрольная, которая ничего не делала, а вторая просто вырублена сертонинологическая система, система подкрепления. Вот после обучения разницу между красным и черным столбик на величина обучения. Потом мы вводим сертонин, блокадер сертонинологической системы и тестируем через три дня. Вот опять дни. Память есть. Она ниже, но существенна. С огромной достоверностью выше, память не исчезла. А просто чуть-чуть ухудшилась. Вот на этом обычно все эксперименты останавливались до сих пор. Мы стали продолжать тестировать эту память дальше. Что произошло? В тех условиях, когда система подкрепления вырублена, каждое наплинание приводит к ухудшению дальнейшей реакции. Тут еще она есть, дальше она сходит на нет. То есть, есть вот такая мощная кривая забывания. И это происходит в тех условиях, когда по какой-то причине система подкрепления у нас неправильно функционирует. Память вот нормальная, вот где систему подкрепления мы никак не тронули, вот она даже чуть-чуть улучшается. Потому что это несколько дней тут интервалы большие и даже улитка. Даже улитка. Вот так себя ведет. Но это замечено. Это память об обстановке. Это очень существенно. Как вы знаете, любой вид памяти он состоит из двух компонентов. Первый это ключевой какие-то сенсорные стимулы, звук, свет, запах пищи и так далее. И обстановочный, который обстановочная память имеет свою специфику и похоже в другой, в других областях нервной системы, нежели сенсорная память. Если мы попробуем сенсорную память на ключевой стимул, запах морковки. Совершенно конкретно, запах морковки пьем топом. До обучения никакой разницы нет в латентности у разных групп улиток. Тут просто разным. Потом обе группы после обучения латентность взятия пищи сильно возрастает с высокой достоверностью. они помнят, что этот вид пищи им брать не нужен. Фактически это тут критерий 120 секунд это что у литер просто не берет пищи ему больше 120 секунд просто не смотрит. Потом мы вводим одной из этих двух групп красненький столбик мы вводим блокадр системы подкрепления тестируем через несколько дней великолепная память опять великолепная но продолжаем тестировать дальше несколько раз видите есть снижение но неполное примерно пополам упал показатель который мы регистрируем но от начального уровня достоверно отличается то есть улитки помнят что их били током но не помнят где как бы мы уже знаем что обстановочный компонент полностью исчезает и память в принципе сохраняется тут может быть отличие даже и в молекулярных механизмов хранения памяти обстановочной ключевой потому что пути совершенно разные это идет через сенсорное а это идет через никто не знает через что идет обстановочное на сегодняшний день улитки не помнят где их били током но что-то произошло вот если мы нарисуем такую вот простую схемку где есть вот три системы пищевая оборонительная система и реакция на контекст то горшочков золота которые ищет вот этот симпатичный товарищный приклон всегда ищет один горшочек где происходит синаптическое изменение при обучении где-то вот тут на входе прямоторных интерниронов эти синапсы меняются а вот оказывается есть еще один горшочек золота который может быть даже и покрупнее и он связан с системой восприятия всей обстановки в целом если он исчезнет то память в принципе сохранится но она будет не такая и по некоторым показателям можно считать что угасилась не угасилась но вот она дальше и эта память в принципе остается если мы попадем в ту же обстановку назад память может и вернуться вот похоже что вот это и есть вот такой механизм вот я в присутствии Эльва Гершевич конечно побаиваюсь такую схему показывать но извиняюсь заранее она очень примитивная недоработанная нам удалось найти в чем молекулярные отличия оказалось что если на ключевой стимул идет в основном выделение бутамата через анандар рецепторы вот этот самый нитроксид через кальций все выделяется то сертонин системы подкрепления действует в основном уриток точно через метаботропные рецепторы и совершенно точно показано что тоже идет увеличение концентрации кальция но не мембранного а из метриклеточных дыбок где-то в совершенно других местах нервной клетки вот при обучении и тут и тут кальций очень эффективны изменения надолго а при напоминании при отключенной системе вот этой вот похоже что какие-то другие реакции это просто наши пока первые мысли чем отличаются мы пытались проанализировать по литературным данным по своим данным потому что нам удалось даже оптически зарегистрировать в ответ на стимуляцию подкрепляющего нейроны сертноэнергического увеличение концентрации кальция внутри клетки при отсутствии изменения на мембране электрофизиологические ноль изменения и блокадеры реанодиновых рецепторов которого депо кальция как раз снимали все эти это точно выделение кальция из внутриклеточных депо вот собственно все основной вывод что блокада активности нейронов системы подкрепления приводит к быстрому и полному угошению обстановочной памяти при реактивации и просто ослаблении памяти на ключевой в данном случае пищевой стимул мы считаем что за счет ослабления происходит за счет исчезновения обстановочного компонента памяти то есть мы забываем или память наша изменяется ослабляется модифицируется когда мы многократно активируем память без участия подкрепляющих систем мозга благодарю за внимание спасибо большое коллеги вопросы пожалуйста спасибо большое за лекцию представителя молодежи вопрос такой вот такое явление как флешбек у человека это фактически ситуация когда воспоминания о некоторых событиях произошедших в одном контексте вызываются совершенно другим контекстом и это патологическая реакция которые обычно говорят в связи с костросторными расстройствами и в связи с применением наркотических веществ то есть вот основываясь на вот этих новых интересных данных проводятся ли уже какие-либо работы в сторону человека может быть в сторону применения этого в терапии нет на человеке я не знаю вообще первые данные полученные по проблемам забывания вот поэтому ничего не знаю вот перспективы какие-то в принципе как вы считаете возможно все возможно если есть два коротких вопроса маленьких уточняющих главным образом вы назвали сигнальные так сказать условия активации патинки назовем те которые в синапсах я не знаю это не наши данные это просто по литературе это из обзора Тодесактора у контекстов должны быть анаболические маргиназы по контексту анаболические значит аиркей ну не знаю и второй вопрос что касается оксида азота который как я понял антагонист он является по вашей по вашему эксперименту правильно да функционал ну конечно функционал дело в том что при например физических нагрузках интенсивных и длительных достаточно много данных сейчас о том что продукция интенсивная продукция миогенная оксида азота влияет на участки мозга в частности на гиппокамп причем эти влияния оцениваются как положительные в смысле предшественников клеток предшественников их роста их проэкерации а не может ли это повлиять нет ли данных потому что антагонистическом действии этого оксида азота при физнагрузках иначе получается что мы должны заниматься физнагрузками и будем забывать так что или я что-то не прошло хорошо все помню я не знаю но вот это интеллектом я так не слышал но то что я опустил сознательно то что оксид азота есть несколько статей которые называют молекулы оксида азота двуликиянус потому что в маленькой концентрации он активирует синтез белков те же самые которые потом может разрушить но концентрация примерно в 5 раз больше должно быть может быть даже в 10 локально очень локально проблема в локальности а вот в маленькой концентрации он наоборот активирует более того память невозможно выработать если просто сама процедура если вы заранее заблокировали синтез оксида азота она не вырабатывается то есть у этой молекулы есть двойное действие более того если вы например заблокируете ее везде это тоже можно сделать вы не получите никаких специфических изменений памяти вот проблема в локальном и в нужных местах и именно в постсинах а как это соотносится с нейрогенезом гипокальт для которого нужно оксидаз он стимулирует это просто метаболический в очень маленькой концентрации дело в том что большая концентрация при которой происходит нейтрозирование это только в том месте где вот эносинтаза сделала много азота а потом он понимаете в геометрический прогресс концентрация уменьшается даже в прессе а вот молекула проклинтоназа мз она просто там же сидит она просто вот тут же в том же месте и нужная концентрация похоже достигается только в тех постсинапсах которые специфически активированы при этом воспоминания вот это вот природа придумала такой механизм а все остальное только улучшается воспоминание то есть ЭНО это необходимый компонент но и вот так его используют при превышении этой концентрации он начинает эти же белки нетразилировать спасибо так у школьников еще есть вопросы давайте прошу прощения школьники кто есть я хотел задать вопрос вы немножко сейчас описываете например возникновение ложных воспоминаний у человека например если человек может сказать о том что в детстве у него происходило какое-то событие то он с какой-то вероятностью может воспринять это как настоящее событие которое у него происходило в детстве при образовании ложных воспоминаний такой же механизм как и если я так называется наведенная память это вполне определенный прием психологи аналитики используют я считаю что это по такому же принципу просто создается и обстановка и можно и угасить память и тоже психоаналитики используют травматическую память заставляют воспроизвести в мельчайших деталях какое-то событие травматическое но в комфортных условиях изменив контекст понимаете и оно уже не травматическое после многократного замечу много раз воспроизведенного события если то же самое многократно много раз как бы человек говорит что у него это было он будет искренне считать что это вот элемент его памяти многократно воспроизведенной с каким-то эмоциональным подтекстом то есть система подкрепления должна работать при этом спасибо Игорь Александрович спасибо большое вопрос такой вы обстановочную берете основном главным образом она меняется недавние работы которые получили Нобелевское фремие Мозера они в основном работают именно обстановка насколько как это связано два эксперимента потому что вы говорили неизвестно где это обстановка они показывали что это в определенном интернальной кореи гиппокампии есть ли у вас какие-то мысли по этому или для улитки это совсем друг да на позвоночнике на безпозвоночнике это совершенно разно на безпозвоночнике у нас модель которую мы в принципе можем свести три класса нейронов но мы с каждого класса просто регистрируем представителей внутриклеточных мы синаптические реакции здесь же ну да это вот то что мозерк показал это вот система ориентации внутренний джипс но это сенсорная можно сказать ну не совсем сенсорная конечно часть но система ориентации система подкрепления она все равно это моноамины какие-то это сертамин дофамин или их баланс и это не гиппокампия это модулирующее влияние которое сбок а это как бы основа на синаптических входах в которые и происходит модулирующее влияние систем подкрепления и павел я занимался чуть-чуть памятилюю чем по поводу вашего тезиса франтирования памяти невозможная для синтеза белка какое примерно в среднее время синтеза белка есть ли какие-то известные какие-то признаки электрофизиологические для ускорения синтеза электрофизиологические я не могу ничего сказать но точно известно что память долговременная и кто со самого события начинает сформироваться активно ее можно подавить только через 2 часа если вы раньше попробуете ничего не получится она сформируется и через 6 часов уже эффекты блокаторов тоже начинает исчезать от 2 до 6 часов плюс-минус там конечно сколько-то идет формирование долговременной памяти она где-то там что-то происходит эти молекулы садятся на свои места потому что если вы ведете блокатор синтеза белка через 6 часов память будет отлично то есть уже ничего не действует временные довольно жесткие рамки и кстати к нашему удивлению даже одинаково на холоднокровных и на теплокровных животных мы ожидали что он растянут этот период но не похоже не похоже Николик Ильич у вас шарпионов я не знаю каков будет ответ вопрос я вот Павел Иосифович исчерпываете ли все все-таки вот память тем что вы сказали потому что очень красивая схема но не верхушку ли это атакует потому что сам механизм хранения ядро памяти может быть не только синаптической передачи потому что хотя бы начиная с одноклеточной в которой все-таки элементы какие-то хранения всего-то внешнего имеются а во-вторых ну в общем только синаптической нет естественно речь идет частных случаев мы видим такое естественно абсолютно правый я точно уверен что это только верхушка абсолютно как в основном это считано это то что мы на сегодня можем сказать пока что то что в компьютере называется память спасибо как не жаль прерываться тех, кто здесь в первую очередь но мы должны видеться дальше еще один вопрос вы не готовы? сейчас так еще один вопрос там рука была или показалась? нет так так а да пожалуйста если можно погромче тихо 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 это эмоциональная память и она связана с базой исследований так что числи вот такую тихо может быть когнитивная и эмоциональная память связана с каждым костерам мозга можно ли улыбки выделить эмоциональную мы знаем значение эмоций для выдержания когнитивной памяти как они преимодействуют и можно ли говорить о развитии и эмилиарных этих видов памяти думать что эмилиарные механизмы все равно одинаковые если говорить об эмоциях у беспозвоночных этот вопрос был задан Павлом Васильевичем Симоновым мне лично где-то там в 80-е годы и ответом моим было такое что назовите критерий что такое эмоции я скажу есть ли они улитки очень просто если какое-то событие улитки нравится она его захочет воспроизвести если не нравится она просто и будет избегать то есть реакция самостимуляции он так сказал и в 88-м году нам удалось показать на виноградной улитке что если ей в определенную область мозга вживить стимулирующий электрон то есть точно как по реакции самостимуляции что улитка начинает нажимать на педаль была такая ситуация она могла подняться нажать на педаль получить стимул вот она как крыса может быть не с такой частотой улитка существо благородное медленное она нажимала на эту педаль получала стимул если же была в соседнем область мозга которая была как раз связана с оборонительным поведением один раз нажимала и потом час ползала вокруг и ни разу не нажимала то есть есть зачатки эмоций более того оказалось это с чем связано во первых опиаты в этих областях которые позитивные у них оказались энкефалин содержащие нервные клетки вы понимаете да всю разницу между нами и улитками и подействуют подействуют и марихуана кстати каннабиноиды на безпозвоночных вообще были первые эксперименты на нейронах и самая чистая и ясная реакция что каннабиноиды они есть они есть эндоканнабиноиды и все там работает а система подкрепления для аверзинов для оборонительного обучения именно эмоционально то что у нас называется это именно сертонин и сертонинопическая система улитки то что вы сказали это прямо напрямую относится к нашему эксперименту можно мы не называем это эмоциональной памяти потому что ну как бы животное другого уровня вот но принцип тот же работает можно еще сейчас а вот можно я спрошу вы сказали что МЗ контролирует транспорт ампар именно транспорт они экспрессивны там 5 белков они известны именно транспорта из зикул откуда-то изнутри прямо встраивание мембран там это плохо на мой взгляд изучить по крайней мере я не понял те статьи значит я считаю плохо изучен вот но там системы эстетии белков взаимосвязаны и это протенцината она как бы хав она на уровень выше сама вторая не принимает участие она фосфорилирует какие-то и вот когда они фосфорилированы они начинают там что-то такое делать и появляется больше чем больше молекул ПКМЗ тем больше там линейное просто количество это было просто замерено тем больше количество амкорецепторов постсинопсин спасибо сейчас вы еще не сдавали у меня вот имеется значит как скажем два вопроса первого вопроса это было бы интересно исследовать если нейно действительно влияет таким образом то можно взять вещества которые являются фактически генераторами амкортостью и по-разному да и посмотрите как они влияют на память это как будет первый момент но второй момент значит известно что инфекция естественно вырабатывает цианон если данные скажем инфекционные заболевания будут влиять на память именно в этом контексте инфекционные причем количества ино просто зашкаливает и одно из терапий это блокаторы или скавенжера ино отсюда иамнезия все вы знаете если ударить молоком по голове достаточно сильно то последние два часа как бы нет этой памяти она не успела записаться значит вот все эти механизмы оно разрушается и там ничего нет проблема с донорами да мы делали такие эксперименты и эти эксперименты как и у всех ничего не показали почему потому что у нас нет механизма избирательного выключения вот в этих синапсах мы можем только на все когда наливаешь на все изменения точно происходят но они не специфичны они не специфичны для памяти и обучения и к сожалению вот эта проблема избирательности нужна какая-то технология новая надеемся что что-то появится как обращаться избирательно вот к этим а не к этим синапсам вот тогда это можно будет проверять уже совершенно точная конкурс Павел Владимирович вы еще готовы поддержать или вас отпустить да нет хорошо тогда продолжаем передать Томан Анатольевич Игорь Федорович вопрос Павел Владимирович а есть какая-то критическая температура поскольку это эксотек и которые не будут проходить эти процессы и за счет чего за счет подавления сейси в ДВК или что что-нибудь известно но температура это явно не совершенно точно известно что генерация потенциалов действия при температуре ниже 16 градусов уже совершенно другая они становятся такими широкими и выделение медиатора совершенно идет по-другому к сожалению этот вопрос никто не проверил пока что на самом деле его наверное нужно проверить мы работаем 23-25 комнатной температуры и при этом 23-25 или 32-34 как на срезах мозга работают разницы нет более того больше половины работ на срезах мозга позвоночных делается при комнатной температуре и тоже все процессы одинаковые то есть происходят но вот ниже 16 похоже что там все будет не так или вообще не будет работать спасибо но в такой чувство что